РСС продолжит свою деятельность по защите прав обучающихся. Вы всегда можете рассчитывать на нас, а мы, в свою очередь, всегда готовы прийти к вам на помощь. Представляем вашему вниманию небольшой отчет о нашей работе за 2013 год. В этом году Российский студенческий союз вместе со студентами СПБГУ предотвратил реорганизацию исторического и философского факультетов. В очередной раз администрация университета приняла необдуманное решение, не посоветовавшись с преподавателями и студентами, но благодаря активной гражданской позиции студентов университета удалось предотвратить это нелепое решение. Мы продолжили сотрудничество с постоянной комиссией по образованию, культуре и науке в предысказательном собрании Санкт-Петербурга и ее председателем Максимом Львовичем Резниковым. Мы благодарим комиссию за оперативную реакцию в наши обращения и активную позицию в отношении защиты прав обучающихся. За прошедший год нам удалось укрепить свои позиции в Санкт-Петербургском государственном университете, в лайф-работу с профсоюзом политехнического университета, с тотсоветами университета имени Герцена и Северо-Западной академии госслужбы, также с Российским студенческим союзом и молодежным общественным движением «Весна». В этом году студентам Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета пришлось не сладко. За тройки на экзаменах их выселяли из общежитий, и университет посчитал, что праве таким образом наказывать за низкую успеваемость. После множества обращений от студентов, оставшихся без крыши над головой, Российский студенческий союз начал общественную кампанию с привлечением всех массовой информации, городских депутатов и прокуратуру. Прокуратура все-таки нашла целый ряд нарушений в деятельности вуза и вынесла в предписание отменить бестный нормативный акт, позволявший выселять троечников из общежитий. Также в течение года к нам поступали жалобы от студентов, проживающих в Мезвужинском студенческом городке, на незаконные выселения и другие нарушения их прав, сопровождающиеся произволом со стороны администрации судгородка. Судсоюз подготовил и опубликовал разъяснение действующего законодательства о порядке выселения из общежитий. В большинстве случаев нам удавалось самостоятельно убить администрацию МСГ и не совершать противоправных действий в отношении студентов. Однако в ряде случаев к нам мы были вынуждены обращаться в надзорные органы и в суд для защиты прав проживающих. Новый закон об образовании лишил студентов гарантии бесплатного посещения государственных и муниципальных музеев. Мы, Российский студенческий союз, развернули широкую общественную кампанию и собрали почти 100 тысяч подписей под нашей петицией за возвращение этой гарантии. Мы разработали соответствующий законопроект с поправками к закону об образовании и добились его внесения в Государственную Думу. Совсем недавно он был принят в первом чтении. Мы надеемся, что уже совсем скоро он будет принят в целом и студенты вновь получат гарантию на бесплатное посещение государственных музеев. Мы убеждены, что право на самообразование – это важнейший компонент образовательной системы и посещение государственных и муниципальных музеев для студентов должно быть бесплатным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!